Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем изучение книги Иисуса Сына Новина. Эта книга находится в разделе еврейской Библии, которая называется Набиим Ришуним, то есть ранние пророки, древние пророки. Казалось бы, в самой книге нет пророческих текстов, но эта книга, как и книга Судей, и книга Царств, которая относится к разделу Набиим Ришаним, рассказывает о пророках. Без сомнений, Иисус Набин был великий пророк Божий. Религиозный смысл книги сводится к следующему. Экзегеты настаивают на том, что главный религиозный смысл – дар Божий нелегко получить, оставаясь пассивным. Чтобы овладеть землей обетованной, Израиль должен был собрать все свои силы и одолеть стоящие на пути препятствия. Это призыв к активности, без которой дар Божий остается недосягаемым. И мы знаем, что и в Новом Завете сказано, что употребляющие усилия восхищает Царствие Божие. С другой стороны, весь раздел ранних пророков – это школа политического управления народом Божиим. И здесь мы находим такие уроки, которые нужны лидерам среди народа Божия, которые обнаруживают в себе, распознают эти качества, эти книги, они помогают им усовершенствоваться. И первая тема первой главы книги Иисуса на вина – «Господь повелевает Иисусу на вину завоевать землю обетованную». Далее говорится о приготовлении к походу, и далее израильтяне, получившие земли в Зайордании, тоже пойдут с Иисусом на вина, на войну. И мы читаем начало этой книги, первая глава, первый стих и ниже. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу на вину, служителю Моисееву». Имеется в виду, после дней траура по Моисею, Господь обратился к Иисусу на вину. И Господь сказал, «Моисей, раб мой, умер, и так встань, перейди через Иордан сей ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам». Вот здесь общий принцип, что человек вступает в права владения землею, проходя по этой земле. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам. Как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хетеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши». «Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Конечно, Иисус Навин и весь народ Божий после смерти Моисея оказались в затруднительных обстоятельствах, потому что наступал самый ответственный период. Они должны были входить в землю обетованную военным походом, потому что ее заселяли народы Ханаана. И остаться в такой момент без лидера было очень сложно. И, конечно же, сам Иисус Навин переживал. Поэтому, когда Господь говорит, «И как я был с Моисеем, так буду и с тобою, не отступлю от тебя и не оставлю тебя», вот это были слова подлинного утешения. «Будь тверд и мужественен». Сразу возникает вопрос, а чем твердость отличается от мужественности? Твердость – это упорство при исполнении определенной задачи. А мужество – это отсутствие страха в надежде на Господа. «Будь тверд и мужественен, ибо ты народу всему передаешь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужественен». То есть недостаточно обычной твердости, обычного мужества. Надо проявить их в значительно большей мере. «И тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Вот для того, чтобы тщательно исполнять закон Божий и ни направо, ни налево не уклоняться, тоже нужна твердость и нужно мужество. Когда человек ведет войну по захвату территорий, ему нужна воинская твердость и воинское мужество. А когда он исполняет закон Божий, он ведет военные действия самим собой, усмиряя себя и ставя ограду из заповедей на пути собственных вожделений. Далее тут слова очень известные и часто цитируемые. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся от нее день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Что значит «да не отходит сия книга закона от уст твоих»? Имеется в виду, что в древние времена очень огромное значение придавали чтению текста. И в оригинальных списках Торы там наличествуют знаки, кантиляции, которые подсказывают, как правильно читать текст. И вот то, что здесь сказано, «ты не отходит книга сия от уст твоих», то есть читай все время, пусть уста твои произносят эти слова. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой, Господь, Бог твой, везде, куда не пойдешь». И так трижды повторяется, «будь тверд и мужественен». И в трех разных аспектах. На войне, в деле исполнения заповедей и в глубоком уповании на то, что Господь не покидает. «Будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой, Господь, Бог твой, везде, куда не пойдешь». Далее говорится о приготовлении к походу. «И дал Иисус повеление надзирателям народа и сказал, пройдите поста, но и дайте повеление народу и скажите, заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя три дня вы пойдете за Иордансией, дабы прийти и взять землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам в наследие». То есть Иисус, Навин, дает повеление надзирателям народа, сам получив повеление от Бога. И повеление «пройдите постану и дайте повеление народу, чтобы старейшины, надзиратели, наставили народ». И скажите, заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя три дня вы пройдете за Иордан, пойдете за Иордансией, дабы прийти и взять землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам в наследие. И далее мы читаем о колену Рувимову, Гадову и половине колена Монасина, то есть это те, которые остались жить за Иорданом, не переходя Иордан и не входя в землю обетованную. Иисус сказал, «Вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря, Господь, Бог ваш успокоит вас, успокоил вас и дал вам землю сию. Жены ваши, дети ваши, и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей за Иорданом. А вы все, могущие сражаться, вооружившись, идите перед братьями вашими и помогайте им. Доколе Господь, Бог ваш, не успокоит братьев ваших, как и вас, доколе и они не получат в наследие землю, которую Господь, Бог ваш, дает им, тогда возвратитесь в наследие ваше и владейте землею, которую Моисей, раб Господень, дал вам за Иорданом к востоку солнца». То есть они уже расположились в городах, в селениях, где когда-то жили язычники, и их ноги обрели как бы покой. Их жены, дети жили в этих городах, в этих селах. Но они должны были, вот способны к войне, идти на войну и помогать братьям захватывать территорию. По сути дела, речь идет не о захватывании территории, а о возвращении территории. Потому что хананияни, они были хамиты, а хамитам эта земля не была отдана. Хамиты – это Митраим, Египет и дальше Африка на юг. А эти земли изначально, они были отданы Сифу праведному и предназначались только для семитов. Они в ответ Иисусу сказали, «Все, что не повелишь, нам сделаем, и куда не пошлешь нас, пойдем. Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя. Только Господь, Бог твой, да будет с тобою, как он был с Моисеем». То есть, для этих разумных людей было важно осознать, что над ними стоит правитель, который сам покорен воле Всевышнего. «Всякий, кто воспротивится по велению Твоему и не послушает слов Твоих во всем, что ты не повелишь Ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужественен». Вот совершенно неожиданно, как бы в подтверждении слова Бога они говорят Иисусу на вину то же самое. «Будь тверд и мужественен». Итак, Иисус требует, чтобы колено Рувима, Гада и части колена Монасия, осевшие в Зайордане, приняли участие в общем походе. Впоследствии эти колена проявляли стремление к религиозному и гражданскому сепаратизму. Об этом мы читаем в 22-й последующих главах книги Иисуса Навина. Но здесь они все-таки проявляют послушание. Итак, мы сегодня с вами прочитали и рассмотрели первую главу книги Иисуса Навина. «Если будем живы, Господь позволит», то в следующий раз мы будем читать вторую главу этой книги. Подписывайтесь на библейский портал «Экзогет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Спаси Христос, берегите себя. Иисуса «экзогет» «Женра» irresponsible Продолжение следует...